Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я снимаю для вас, как всегда, очередной мукбанг на фоне уже вот этой красивой елочки, которую мы вчера купили, и просто нарадоваться не можем, настолько нравится. А кушать мы с вами будем вот такие молочные ломтики от Kinder. Вообще всю продукцию Kinder я люблю. Начиная от Kinder сюрпризов, начинают всякими шоколадками. Они настолько молочные, настолько нежные. Извините, я немножко буду шуметь. В общем, вот так вот выглядит молочный ломтик. Это просто чистый кайф. Обожаю. Одно время я не могла в супермаркетах найти молочный ломтик. Знаете, не приторно сладкие, а вот именно нежно так сладкие. Когда шла по дороге, вот такую крысу видела. В городе, представляете, я маленьких мышей боюсь, не то что крыс. И прям пробежала около меня. Я вдруг очнулась. Думаю, блин, как я это пережила. В городе, чтобы была крыса. Но, слава богу, в деревне даже мышек нету. Мы когда только приехали в Азербайджан, мы снимали квартиру, ну прям очень бюджетную. И там вот были крысы. И вы знаете, жить с крысами так себе. Не крысы, мышки были маленькие. Мы сняли самый бюджетный вариант квартиры. Стоила она, как сейчас помню, 8 тысяч. Нет, не 8. 10. 10 тысяч рублей. Почему мы сняли квартиру? Мы сразу купили эту. Просто проблема в том, что мы ее купили без ремонта. То есть были голые стены. И мы начали ремонт. А в процессе того, как там идет ремонт, где-то жить же надо. Жить в квартире, в которой непосредственно делается ремонт, это просто ужас. Я смотрю блогера. Она делает ремонт и живет в этой же квартире. Она тоже рассказывает, столько пыли, столько грязи. Это очень тяжело. Ну, в общем, мы сняли квартиру, а потом оказывается там мышечки. Я очень боялась. Некоторые там заводят мышек себе дома. Хомячков. Не знаю, у меня вот панический страх. Змей, мышей. Я очень боюсь. И вот так хотелось, чтобы быстрее здесь закончился ремонт. И мы могли наконец-то уже переехать в свою квартиру. Потом было уже лето. У бабушки в деревне есть домик. И мы летом уже переехали в этот домик, чтобы не платить за съемное жилье. Уже все перевезли в эту квартиру. Но большинство вещей перевезли. И перестали снимать. Я поехала в деревню. Три месяца побыла там. Приехала. И здесь уже было все готово. Папа специально не скидывал фотографии. Я просто офигела. Мне настолько понравился ремонт. Прям я кайфанула от квартиры. Вообще каждый раз, когда я еду в деревню. У нас деревня дом такой. Прям на соплях все держится. Очень старый дом. Никаких условий. Из потолка сыпется пыль. Вот я поеду в январе. И вам засниму. Хаус-тур. Люди свои виллы показывают. Я показываю старый бабушкин дом. Воды в доме нету. Туалет на улице, я извиняюсь. Это прям шедевр. Ну, в общем. После этого я зашла в эту квартиру. И мне настолько все понравилось. У меня прям был кайф. Первые, например, 4 дня. Я жила как будто в эйфории. Потом как-то привыкла. Сейчас мне все кажется обычным. И даже я бы изменила много чего. В самой квартире. В дизайне. Эти подвесные потолки. Не знаю. Все бы сделала бы по-другому. Со временем вкусы очень меняются. Это как бабушка. Давай, говорит, я тебе куплю сервиз. И подарю. А ты возьмешь этот сервиз как приданное. Это она говорила лет, наверное, 5 назад. Я ей объясняю, что с годами мода меняется. Сегодня тебе нравится одно. Завтра тебе нравится абсолютно другое. Но я замуж не собираюсь. Претендента на мое сердце нет. Какой смысл покупать и оставлять? Ну, вообще, некоторые традиции мне вообще не нравятся. И мы с мамой долго спорим на такие моменты. Например. То есть, главная часть приданного это типа посуда. Принято, что невеста относит в дом мужа два сервиза. Один как бы в серванте остается для гостей. А другой сервиз на повседневку. Я не вырубаюсь. Нафига мне нужно два сервиза? Ну, не нужно мне оно. Я объясняю маме. Я не хочу. Мама же, в свою очередь, она очень любит посуду. И она начинает. Айка. Такие традиции. Это надо. Вот что скажет твоя теща? У Айки нет сервиза. Бог мой, сервиза нету. Притащила какой-то макбук. Зачем он нужен? Главное, сервиза нету. Разведись, сын, с ней. У нее сервиза нет. Мы с мамой очень часто спорим на такие темы. Я считаю, что мне для приданого нужны одни вещи. Она считает, что абсолютно другие. Но пока что замуж я не собираюсь. Поэтому эта тема у нас закрыта. Но чувствует мое сердце, когда придет тот день. Будем мы с мамой очень долго спорить насчет того, что нужно, а что нет. Мой самый главный приданый – это твикс. И сердце, и канал. Как я испугалась. Пять штук уже съели. Я решила начать схудеть. Это я говорю и ем 8 киндеров. Я хочу немножко сбросить. Потому что, если честно, я набрала немного. Не буду говорить конкретно сколько. Я хочу похудеть. Я буду, как всегда, снимать два мукбанка. Смотрите, кто ко мне пришел. Кто ко мне пришел, сладкий? В каждом мукбанке ты. Откуда такой малыш? Мурлыкалка. Ты же не будешь кушать сладкий твикс. Ты и так и сам сладкий. Это может быть сахарный диабет. И ты сладкий. И батончик сладкий, понимаешь? Прелесть. В общем, вот такие дела. Очень вкусно. Мне сейчас задают вопрос, знакома ли я с родителями моего парня. Нет. Я не знакома. Он сейчас в армии. Я даже его почти не вижу. Малыш твикс, давайте вот так там. В каждом мукбанке он тоже у нас кушает. Видите, он не ест. Это знаете, на что похоже? У моего брата была собака. Огромная. Это был став. И вот, например, кто-то кушает. Он просто садился рядом, ну где-то на расстоянии метр. И сидит такой, облизывается. Вроде кушают орешки. А он все равно облизывается. Но собака же не ест орешки. Что угодно берешь со стола, даешь этой собаке, она ест. Брат всегда прикалывался, говорит, его звали Ронни. Ронни можно давать все, что угодно. А самое главное, чтобы это было со стола. Я так смеялась. Однажды пила фантом и уронила просто крышку. Все, Ронни подбегает, сразу сметает. Я говорю, подожди, Ронни, успокойся, это не еда, это крышка. Э, сел он. Хотя собака не голодная. Вот фишка в этом. Свой корм там лежит. А попробует кто-нибудь рядом с ним покушать, все. Грех есть. С такими глазками смотрит. И у меня то же самое. Я уже свет перетаскиваю, камеру. Твикс как будто уже знает, он уже готовится. Сейчас что-то вкусненькое будет есть хозяйка. Один такой. Стоит 45 рублей у нас. А лимонад. Но они притерно сладкие. Очень нежные, воздушные. Я помню, вот эта собака Ронни. Все-таки собаки, это вообще другая тема. Мой брат уезжал куда-то там на работу, по делам. И все. Ронни сидит, грустит. То есть, собака конкретно знала, кто его хозяин. А коты, мне кажется, больше эгоисты. Они любят себя. А собаки любят вас. Они более преданные, мне кажется. Вот так вот, мои хорошие, я поела. Было очень вкусно. Немного, 8 штук. Я как бы не заставляла себя абсолютно. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если вам не сложно. Там все подробности, как я ходила, покупала эти киндеры. Всех люблю, целую. Пока.